После подрыва россиянам и дамбы Каховской ГЭС на обмелевшие берега Днепра вышли люди с металлоискателями. Среди находок попадаются в том числе и взрывоопасные предметы. Сейчас эти территории тщательно обследуют и спасатели с саперами. Как проводят подводное разминирование, далее в сюжете наших коллег. Богдан с друзьями гулял по обмелевшему берегу Днепра. Парни взяли с собой металлоискатель в надежде найти что-то ценное. В тот день устройство просигнализировало громче, чем обычно. Приятели принялись копать в том месте и увидели мину. Определить, что наткнулись на взрывчатку Богдану помог опыт, приобретенный во время российской оккупации. Парень с родителями переехал в Запорожье из Мелитополя. Много раз видел мины, что там боятся. Сразу вызвали и все. В центре города, везде, на выезде с Мелитополя, да и везде возле домов мины валяются и нормально. Что делать дальше с опасной находкой, уже на месте определяли саперы. Если можно достать взрывоопасный предмет, достаем. Если нет, на месте обезвреживаем. Снаряд, который нашли парни, решили обезвредить на специальном полигоне. И это не современное взрывное устройство. Это минометная мина 82-го калибра времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет. Он и есть взрывоопасный предмет. Не может быть безопасного оружия. После подрыва россиянами дам Бакаховской ГЭС вызовов у саперов стало больше. Каждый раз водолазы обследуют участки, где люди обнаружили взрывчатку и акваторию реки в этом месте. Чтобы уменьшить риски для жизни, применяют подводный дрон. Чаще всего это остатки С-300. Со смерчей, минометные мины Второй мировой войны, гранаты могут быть. То, что вымыло. Вода сейчас сошла. И оно проявляется уже. Вот и в этот раз после тщательного обследования дна Днепра водолазы обнаружили еще один взрывоопасный предмет. На дне был найден корпус гранаты F-1. Находился на дне. Глубина была около 20 сантиметров. Металлоискателем почувствовал и начали рыться. Эту находку саперы решили также обезвредить на полигоне. С нами на связи Иван Федоров, городской голова Мелитополя. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую вас. Мы с вами смотрели сюжет. Сколько взрывоопасных предметов оставили за собой россияне, сколько их смыло водой. И сейчас насколько это все-таки опасно, в том числе и для детей, которые могут находить вот эти все страшные какие-то подарки, в кавычках, российские. Правда? Я думаю, что мы недооцениваем на сегодняшний день количество заминированных территорий на временно оккупированной части нашей страны. Мы уже с вами знаем не понаслышке о том, насколько враг, к сожалению, имел возможность подготовиться за полтора года, заминировал огромное количество сельскохозяйственных угодий. И буквально последние дни мы слышим о том, что уже частные дома на прифронтовой территории так же минируются, как и частные земельные делянки минируются. Что интересно, земельные участки коллаборантов не минируют, а земельные участки тех гражданских людей, которые остались во временной оккупации, их как раз и минируют. Но если мы посмотрим буквально два года назад, еще до оккупации, то достаточно часто находились боеприпасы Второй мировой войны. И, к сожалению, эти находки оказывались найденными и после обезвреженными. И это при том, что уже более 60 лет прошло после Второй мировой войны. И что говорить сейчас, когда, дай бог, наши героические военные деоккупируют нашу территорию, и какое количество заминированных полей, какое количество опасных веществ будет найдено на деоккупированных территориях. Я думаю, что это одна из приоритетных задач, которую и мы, как гражданская власть, должна учитывать, и, конечно же, государственная власть должна учитывать в части создания безопасных условий для проживания после деоккупации. Это разминирование территорий. Также мы видели с вами в этом сюжете, насколько уже спокойно наши дети и наша молодежь относятся к такого рода находкам. И, конечно же, беспечность в этом случае может сыграть злую шутку. Это точно неуместно. И еще одна работа, которую мы должны проводить, это разъяснительная работа, что необходимо делать в случае нахождения таких предметов. В данном случае, конкретно в данной ситуации, подростки повели себя абсолютно правильно. Но, не дай бог, они начали бы разбирать то, что нашли, и точно бы трагедии не обошлось. Была информация, что российская армия перебрасывает технику и личность состава из Херсонской области на Запорожье, воспользовавшись тем, что они подорвали ГЭС. А что сегодня известно о новых локациях оккупантов, их численности, количестве техники? Последние полторы недели после теракта, который они совершили на ГЭС, они действительно начали переброску. Не может не радовать тот факт, что далеко не все части врага доезжают до Запорожской линии фронта. А благодаря тому сопротивлению, которое происходит, продолжается на временно оккупированной территории Запорожьей области и работы наших спецслужб, большое количество колонн прям по пути остается на дорогах уже обездвиженной и никогда не будет воевать против нас, как и личного состава, впрочем. Но, тем не менее, наши жители, которые сегодня остались во временной оккупации, сообщают в таком факте, как сегодня с раннего утра огромное количество военных снова приехало на территорию временно оккупированного Мелитополя. Приехали на разного рода военных машинах, белых автобусах и на своих гражданских машинах. Навряд ли они свои, это, скорее всего, отобранные, угнанные, сворованные машины у нашего гражданского населения. Но, тем не менее, мы видим, что очередную партию пущечного мяса враг привез на нашу территорию. Поэтому сегодня невозможно сказать конкретных локаций, где они находятся, потому что, понимая сопротивление и понимая о том, что все хорошо известно нашим спецслужбам, они стараются мигрировать. Но концентрация российских военных, она абсолютно ясна и понятна. Это и фронтовые города, непосредственно приближенные к запорожской линии фронта, Такмак, Молчанск, Васильевка. Это и побережье Азовского моря, которое враг считал на протяжении долгого времени безопасным для себя, о том, что это глубокий тыл. Но вчера по ситуации рядом с Геническом мы видим о том, что безопасной территории для врага не существует, ни на временно оккупированной части Херсонской, ни Запорожской области. Так, вчера склад боеприпасов и склад ГСМ, который находился у врага на одном из элеваторов, детомировал 6 часов. О чем для нас это может говорить? Это говорит о том, что это один из основных складов боеприпасов для врага. Это говорит о том, что теперь у него будут проблемы с логистикой. Ну и ключевое, это сигнал о том, что глубокого тыла не существует на захваченной украинской территории. Ну вот вы речь ввели о Михайловке, где расположены склады боеприпасов, военной техники, да, личный состав. Это примерно в 40 километрах от Мелитополя. Об этом хлопке, да, вы сказали сейчас? Я вчера говорил о вчерашнем хлопке, который был непосредственно в Херсонской области, рядом с Геническом. С Геническом, да, вот это второй, да. А второй был непосредственно в Михайловке. Но мы должны понимать, что Михайловка достаточно приближена к Запорожской линии фронта, находится буквально в 25 километрах от Запорожской линии фронта. И все фронтовые города, Васильевка, Михайловка, Молочанск, Токмак, у врагов там постоянно что-то взрывается. По всей видимости, лета они не могут соблюдать совершенно никакие меры безопасности. Так, например, и в Токмаке буквально полчаса назад очередные взрывы, очередная какая-то детонация у врагов. И мы владеем информацией о том, что местная администрация готовится к эвакуации из Токмака. По всей видимости, сильно горячо стало, и они хотят куда-то передвигаться там, где попрохладнее. Вот российские оккупанты накануне заявили о потере пятихаток, которые открывают возможность дальнейшего движения на Васильевку и на Мелитополь. Но потом зачем-то эту информацию начали опровергать. Ну, хотя все очевидно. Минобороны Украины заявили уже, что пятихатки освобождены. Может ли это говорить вот от действительно панических настроений у врага? Вот то, о чём мы тоже сейчас говорили по Токмаку. Вот, кстати, было сообщение, что в Запорожской области оккупанты сожгли собственный грузовик с личным составом. Им показалось здесь, что там передовые украинские диверсанты. А вот так же похоже, в принципе, на приступ паники. Что касается освобождения пятихаток, это действительно важно. Вот сейчас мы как раз видим видео пятихаток освобождённых. Так и есть. Это действительно важное событие, которое сделали наши военные 128-й бригады, героические военные героические бригады. Но также мы должны понимать, что каждый населённый пункт имеет стратегическое значение и достаётся для наших военных с сумасшедшей работой и, к сожалению, раненными и пострадавшими нашими военными. Что касается настроений у врага, то точно они начали перестрелки между собой. И тот факт, который привели вы, он не единичный. Например, в Мелитополе на выходных военные начали перестреливаться просто в многоэтажном жилом квартале, потому что выясняли какие-то отношения. Я приведу пример. Это те военные, которые захватили наши квартиры, захватили наши дома, начали перестреливаться с ФСБ. Что-то они не поделили. Но, с другой стороны, это не означает, что мы можем сказать о том, что у них панические настроения настолько, что они будут отходить с нашей территории. Им никто не даст этого сделать. Их используют как пушечное мясо. Их будут держать до последнего. Поэтому точно мы сегодня должны направить весь наш ресурс на помощь военным, на поддержку наших военных, чтобы хотя бы как-то облегчить им ту работу сверхсложную по освобождению наших людей с оккупацией, которую сегодня делают наши героические военные. Иван, буквально еще один вопрос. Несмотря на ту ситуацию, которая происходит, там горячо уже, и страна-агрессор все равно продолжает депортацию украинских детей с временно оккупированных территорий. Вот из Бердянского района Запорожской области захватчики собираются вывезти около 300 несовершеннолетних. Известно ли вам об этом? Что там происходит сегодня? К сожалению, дети – это та категория, которая страдает от российских военных больше всего. Начиналось все с пропаганды в детских садах и школах. Продолжалось тем, что на протяжении 7 месяцев враг делал фейковый медицинский осмотр наших детей. И по результатам которого сказал, что 70% детей нуждаются в выздоровлении. Ну, например, те дети, о которых вы сейчас конкретно спрашиваете, это 48 детей из Бердянска, так вот их отправляют на оздоровление в Чувашию, которая находится в 1700 километрах от Бердянской, от временно оккупированной Запорожской области. Я никогда не слышал о такой здравнице, как Чувашия. То ли ее нет, то ли... Не потому, что с Чувашией, вероятно, приезжали когда-то в Бердянск оздоравливаться, это да, а наоборот... Более всего. По всей видимости, детей точно везут туда не за оздоровление, а везут в очередной раз за пропагандой, за промывкой мозгов для наших детей. К сожалению, это только первая партия детей, которые враг туда собрался отправить, а всего он собирается из Бердянска отправить 300 детей. И поэтому мы в очередной раз обращаемся к родителям. Те, которые дают либо молчаливое согласие, либо не выезжают со своими детьми из временной оккупации. Мы четко с вами помним, насколько сложно возвращать детей после деоккупации. На примере Херсона. Когда после деоккупации Херсона 4 месяца понадобилось государственным службам, омбудсмену, офису президента, спецслужбам для того, чтобы вернуть наших детей. Поэтому сегодня приоритетная задача донести месседж до родителей, чтобы детей не отпускали. Это не оздоровление, это не обучение, это пропаганда и промывка мозгов. И после деоккупации это одна из основных вещей, которые мы обязаны будем сделать. Это социализировать наших людей, социализировать наших детей. Все должны понять, насколько сложно прожить полтора года в информационном вакууме и под вражеской пропагандой. Ты хочешь, не хочешь, начинаешь теоретично в это верить. Поэтому социализация и построение опять нашего мирного общества на деоккупированных территориях, это одна из приоритетных задач после деоккупации. Иван, верим в ЗСУ, ждем освобождения нашей территории, для того, чтобы в том числе и не совершались вот эти преступления, самые страшные преступления, воровство наших украинских детей. Вам большое спасибо за комментарий, за то, что рассказали нам всю оперативную информацию, что происходит сейчас. Я напомню зрителям, Иван Федоров, городской голова Мелитополя, был с нами на связи. Спасибо.